Ночь перед Рождеством дальнобойщик Евгений встречает в кабине своей машины. Вдали от родной Вологды, на автостарянке подмосковного Мегамола. Вы прям как дома разуваетесь, да? Да, это зона, где обувь снимаем, а тут уже, пожалуйста. Последние 20 лет грузовая фура для него – дом родной. Здесь есть постель, холодильник и даже газовая плита. Но чтобы месяц жить в припаркованной машине, такого еще не было. А все из-за ненавистного Платона. С Платоном я не поеду из принципа. А если не будут менять? Поменять сверху деятельность? Как быть? Видите, я не могу сейчас на камеру сказать, что я буду делать. Какие у меня мысли на сегодняшний день. Мысли только одни. Как сделать так, чтобы Платон отменили? Он и еще несколько десятков таких же упрямцев живут здесь со 2 декабря. Жгут солярку, мастерят плакаты и даже елку наряжают. Вот только Платон и ныне там собирает деньги с дальнобойщиков, а они здесь и платить не хотят. Вас, скорее всего, не услышали. Платон останется. Да, а с марта он еще будет дороже стоить два раза. Вот когда с марта он будет дороже стоить, вот тогда мы ждем, что в наших недах пополнится. Они говорят, что и сегодня много желающих примкнуть к ним. Но полицейские патрули не пропускают грузовики на стоянку. Так что даже за соляркой надо ехать на легковушке. Зато здесь, в импровизированной столовой, тепло, светло и ротенберги не кусают. Это ротенберг у нас, вы видите, машет дальнобойщиком. Привет передает. Похоже, у них уже нет иллюзий по поводу того, с чего же позволения возник Платон. Особенно после недавней пресс-конференции президента Путина. Он кашлял, кусал губы. Значит, что-то там внутри-то у него тоже происходит. Значит, он все понимает. Но, видимо, не может определиться, с кем он, с народом или с друзьями. Но пока государство и дружественный ему бизнес у дальнобойщиков забирают, обычные граждане, наоборот, привозят им горючее и приносят продукты. За коньяк. Спасибо, я вас очень. Иван, местный, химкинский, приносит дальнобойщикам лекарства и еду. И теперь даже водитель-вегетарианец Алексей, да-да, такие тоже бывают, не остался в сочельник без угощения. Решил хлеб испечь, супчик сделать. И ребятам донести. Этот праздничный вечер они встречают с горячей едой, чаем и гармонью, на которой оставили свои автографы музыканты Юрий Шевчук и Игорь Растеряев, что приезжали к дальнобойщикам в гости. И теперь здесь поют их песни. Я в релхарине, браток, я не чиню с вами. Это минометный фон, со мной из Рязани. А потом они разойдутся по своим машинам и будут думать о том, как жить дальше, вдали от огней большого города. Вот это все в городе, фонари, реклама, ярко, красочно. А отъедьте вы отсюда, от Москвы 100 километров, там все угасло, все потухло, там полный мрак. Евгений говорит, что даже если Платон и отменят, то работы у него все равно не будет, потому что в стране почти не осталось производства и перевозить уже нечего. И кому, как не им, дальнобойщикам, знать эту страшную тайну российской экономики. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время.